Друзья, всех приветствую! С вами Алексей Шредер и это Клуб Комета, город Москва. Сегодня поговорим о жиросжигающей тренировке. Максимально эффективной. Здесь нет какой-то единой формулы. Вот такие упражнения, вот такое количество повторов и так максимально эффективно. А все остальное нет. Нет, вовсе нет. Не так. Здесь широкое поле для креатива. Можете постоянно что-то менять, чередовать и будет весело, и вы не заскучаете. Надо просто знать, как и что приблизительно делать и что менять на примерно какие эквиваленты. Вот и все. Большинство людей тренируется неправильно. То ли никто не хочет правильно жиросжигающе тренироваться, то ли все ленятся, я не пойму. Но во всех залах, куда я не загляну, не только здесь, люди кардио делают не так, как следовало бы, если они хотят уничтожить жир. Упражнения не те подбирают, которые следовало бы. И даже не соблюдают чаще всего принцип круговой тренировки, который очень важен для жиросжигания. Теперь следующее. Жиросжигающая тренировка. Это условно, так говорится. На самом деле основа ухода вашего подкожного жира – это диета. Дефицит килокалорий за сутки. Процентов 80-90 результата. А далее уже тренировками можно так нормально себе помочь в деле жиросжигания. Если чисто в силовом стиле тренироваться, то это будет малоэффективно. Нужно тренироваться так, чтобы много тратить килокалорий. Допустим, за час. И тренироваться так, чтобы тренироваться можно было часто. То есть, допустим, каждый день. Тренируясь без серьезного повреждения миофибрил в мышцах, без закисления мышц. Вот именно без закисления и без повреждения миофибрил можно заниматься каждый день. И как бы каждый день продолжать тратить килокалорий. Если в каком-то силовом стиле, закисляющем стиле тренироваться, то каждый день вы загоните себя в перетренированность. Вот как-то так. Чтобы не допустить закисления, нужно тренироваться с малыми весами достаточно, количество повторов далеко от отказа в каждом упражнении. Допустим, 15-20 повторений, но до отказа далеко. И сменять в круговой тренировке мышечные группы, чтобы одна и та же мышечная группа не шла в последующем упражнении. Вот так. Теперь, смотрите, такую тренировку можно проводить каждый день. Начинаем с кардио. Час всего, допустим, общая тренировка, полчаса кардио. Вы не делаете, как делают люди на кардио, там, всегда, везде, во всех залах. Ходят, полчасика ходят, и все. Или час даже. Это очень малоэффективно. В элипсоиде, вот так, вольненько делают полчаса, час. Это очень малоэффективно. Я вам напомню, основа правильной работы на жиросжигание в кардио, это интервальная тренировка. Вы сначала разогрелись, прошли, допустим, вы элипсуете средний темп, потом резко увеличиваете темп, допустим, в течение одной минуты, держите высокий темп, который поднимет, скажем, ваш пульс до 140 ударов, может, даже до 150. И вы задышите. Потом на 2 минутки вы прерываетесь, и устаканиваете этими 2 минутами более медленного темпа свой пульс, скажем, до 110. Потом снова минута ускорения и так далее. Ускорение, замедление, ускорение, замедление. И тогда ваши полчаса интервальной тренировки на кардио будут равны даже более часа обычной ходьбы на дорожке. Так, полчаса кардио вы сделали, килокалории затратили максимально, при этом не закислялись. Далее идут упражнения. Большинство людей вот там, в зале, любят использовать модные тренажеры. Друзья, эти все модные тренажеры низкоэффективны с точки зрения жиросжигания. Сведение, разведение ног в тренажерах, гибание ног там, сидя. Различные хамеры, имитаторы жимов, имитаторы тяг и все такое. Для упрощения, чтобы присесть своей пятой точкой и ни о чем, как говорится, серьезно не задумываясь, просто дергать эти рукоятки. Это низкоэффективно. Должна быть достаточная задействованность большого количества мышц тела одновременно, стабилизатора, баланса тела, центральная нервная система должна возбуждаться в большей степени, чем это происходит в статичных упражнениях попой. Сидя или даже не сидя, но стоя с рукоятиной. Самые простые упражнения, самые эффективные, в основном они кроссфитовские, где баланс тела, где многофункциональность сразу достигается одновременно. И вам не нужно много оборудования. Меня спрашивают, как занять тренажеры. У нас в зале много людей, я не могу круговую делать. Блин, не нужно много оборудования. Мяч, обычно мячи не используют в зале. Я вам показываю максимально эффективное упражнение с точки зрения сжигания. Это не просто игра. Гири, гантели, можно даже, вот, можно жать даже на полу, те же гантели, штангу, если все скамейки заняты. И штанга. Штанга. Подошли в зале, вставив какой-нибудь уголок со штангой, вот упражнение сжиросжигающим. Классное упражнение, трастер. Трастер. Небольшой есть. Просто работать на дыхалочку. Вы взяли, приседаете и выжимаете. Присели, выжимаете. Например, допустим, 15 повторов или 200. Можно они за один подход делать. И у вас всего, допустим, 5 упражнений вы выбрали. Вот из этих 5 упражнений, которые вы выберете, а потом будете их делать подряд, с перерывами по 2 минуты 8 кругов, чтобы полчаса получились. Из того многократия упражнений, что я вам покажу, выбираете 5 упражнений. Трастеры, кстати, можно делать с гирями, гантями, но то же самое. Оп, это очень хорошее упражнение, с точки зрения жиросжигания. Оп. А не трастеры, толчок по полному цифру. Маленький вес. Даже девушки это могут делать с пустым грифом. Берем скула. Оп, пожали. Опусти. Допустим, 10 повторений. Оп, дабы небольшой толчочек. Чисто жать не надо, делаем как швунг. Опять же, можно делать кластеры. Тоже очень же разжигающее упражнение. Взятие в присед. Оп. Взятие в присед. Оп. То же самое можно делать с гантелями. Далее. С той же штангой. Допустим, после трастеров. Вы выбрали первое трастер. Здесь диски пару штук лежат, вы их накидываете. Сразу делаете небольшой вес, но больше, чем в трастерах вес. Делаете тягу с умом. Вес небольшой. Напомню, закисляться не надо. Близко к отказу подходить не надо. Вы просто работаете, работаете, работаете в этих эффективных упражнениях. Потом, допустим, с поработами ноги, надо, чтобы поработала спина тебе, верхняя часть. Вы берете две гири и делаете тягу мантеля. То есть тягу гири. Делаете тягу гири. 15 повторений. С гантелями. С гири. Со штампами, с чем угодно. Что у вас есть. Сделали тягу. Допустим, четвертая. Если есть скамья для жима, жмете штамп. Можете жать гантель. Можете жать гири. Если занята скамья, вы можете жать на полу гантель. Да, можно обойтись без гантели. Спокойно. Пожалуйста, отжимайте. Я напомню, здесь большие веса не требуются. Здесь быстро нужно сменять упражнения. Работать, работать, заработать. Слабы, отжимайтесь с коленей. Сильны, отжимайтесь с носков. Тритепсовые отжимания. Грудные отжимания. Допустим, пятнадцать повторений. Вам тяжеловато, вы чувствуете, закисляетесь? Не делайте за подход. Сделали семь. Прилегли две секунды. Еще три. Прилегли две секунды. И так далее. То есть не обязательно за подход это делать. Просто важно круги нарезать, нарезать. Смотрите. И допустим, пятое упражнение. Это складочка. Складочка на пресс. Допустим, пятнадцать повторений. Ну, это к примеру, да? Пять упражнений. Многобразие упражнений большущее. Офигенные снаряды, это гири. Рывок двух гирь. Берем небольшие гири. Рывок двух гирь. Очень энергозатратное упражнение. Далее. Толчок двух гирь по полному циклу. Заброс. Толчок. Жиросжигающие именно лучше выбирать по полному циклу. Короткий цикл. Это просто толчок. Ну, можно и короткий, но лучше длинный. Толчок. Толчок двух гирь. Потом. Гиря побольше. Очень хорошее упражнение. Полные махи гири. Очень хорошее энергозатратное упражнение. Также. Двумя гирями. Русские махи. Русские махи. С точки зрения тренировки мышц, накачки, это плохое упражнение. Но речь идет о жиросжигании. А для жиросжигания это замечательно. Потом. Всегда свободен в зале мяч. Берем тяжелый мяч. Перебросы через мяч. Очень хорошее упражнение. Потом. Две большие коробки поставили. Заброс в мячах. Сброс. Заброс. Ну, тяжелый мяч. Я взял легкий. Потом. Красивые броски из приседа. Оп. Очень хорошее жиросжигание. Упражнение. Оп. Друзья, подобного рода упражнение. Разные отжимания. Подъемы штанг. Толчки и швунги. Единственное. Что из зала можно делать. Это вот тяга вот этого верхнего блока. Если можете подтягиваться. Конечно, лучше подтягиваться. Если подтягиваться можете только с рывком. С рывком. С рывком. Но подбородок сверху. Делайте вот такие упражнения. Вот такого рода. Краситовские. А лучше отправляйтесь на крусит, друзья. Вам не нужно там закисляться. Вам не нужно там упахивать слишком сильно. Маленькие веса. Работайте в круговом стиле. Эти упражнения позволят вам сжечь жир. Намного быстрее. Потратить килокалории намного больше за полчаса. Чем статичные упражнения в тренажерах. Все. Всем пока. Занимайтесь жиросжигайтесь. Будьте в хорошей форме.